Это программа новости Сургут 24. Здравствуйте, меня зовут Ефим Ишимцев. И в начале выпуска коротко о главных темах. Ситуация стабильная. В Югре нет новых заболевших коронавирусной инфекцией. Мобильнее и оперативнее. Одну из сургутских больниц подарили машину для выезда врачей на дом к пациентам. И компания по ремонту дорог стартует, как только позволит погода. На реновацию четырех городских улиц уже определены подрядчики. В Югре пять суток подряд не фиксируются новых заболевших коронавирусной инфекцией. Под контролем медиков в палатах и дома находятся 36 человек с диагнозом COVID-19. Состояние 33 из них оценивается как легкой и средней степени тяжести. Трое пациентов в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В регионах Урфон коронавирус с начала наблюдений подтвердился у 294 человек. Больше всех в Свердловской области и на Ямале 151 пациент. Наибольший прирост новых заболевших за минувшие сутки зафиксирован в соседней Тюменской области. Там диагноз подтвердился у 14 человек. 62 уральца уже выписаны из больниц, в том числе 5 в Югре. Два пациента в Янау и Тюменской области скончались. В Югре приступают к тестированию системы по контролю за перемещением граждан. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которая провела губернатор Наталья Комарова. В Ханты-Мансийском автономном округе с 13 апреля начинают настройку интеллектуальной платформы, которая будет осуществлять оперативную проверку законности нахождения жителей и гостей региона вне дома и фиксировать факты их передвижения. Вместе с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город», имеющим модуль распознавания лиц, будет осуществляться мониторинг пешеходного и автомобильного трафика. На основании полученных данных нарушителям введенного режима самоизоляции выпишут штрафы. Я обращаюсь и, прежде всего, ко всем землякам. Режимы повышенной готовности самоизоляции действуют. И они, судя по тому, как разворачиваются события в мире, у нас в стране, которые, скорее всего, и даже бесскорее всего, будут ужесточаться. Если мы будем дисциплинированы сейчас, то меньше ограничений нам придется накладывать в будущем. Контрольно-надзорные органы рассказали главе региона о проведенных проверках. В Роспотребнадзоре сообщили, что проинспектировали обязательное соблюдение режима самоизоляции более чем 760 югорчанами. Выявили 82 нарушения, заведено более 60 административных дел. Полицейские югры также проверяют, как жители региона выполняют установленные правила. В ходе рейдов стражи порядка опросили около 6000 человек. По статье Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение составлено более 20 протоколов, за несоблюдение ограничений свыше полутысячи. По данным полиции, удалось не допустить массового скопления граждан на улицах и нарушения общественного порядка. Кроме того, с 6 апреля сотрудники правоохранительных органов работают на межмуниципальных контрольно-пропускных пунктах. В окружном главке МВД отмечают, что оперативная обстановка стабильная. Отмечено снижение преступлений в общественных местах. Чуть чаще, чем обычно, в дежурные части органов внутренних дел поступают сообщения о преступлениях и происшествиях. Больше выявлено административных правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства. Чаще за рулем попадаются пьяные водители. В первую очередь, это касается установления фактического местонахождения наших граждан, пребывающих на территории округа и за рубежом. С 18 марта их число составило более 2,5 тысяч наших граждан. Сотрудниками управления по вопросам миграции организована разъяснительная работа с иностранными гражданами. До них додатка доводится соответствующая информация, выданный план памятки о соблюдении обязательных требований по защите и по приватке к равенному статистике. Аналогичная работа проводится в аэропортах, на железнодорожных вокзалах с лицами, пребывающих из других регионов нашей страны. Лимон, чеснок и имбирь сургутяне заменяют витамином D. В городе после нескольких дней ненасти установилась солнечная погода. Температура воздуха в воскресенье добралась до отметки в 15 градусов выше нуля. И столь высокие показания столбиков термометров, по всей видимости, не помогают сургутянам соблюдать режим самоизоляции. Люди выбираются на воздух. Отдыхающих можно встретить в любой части города. Несмотря на то, что все выходы в парк Засаймой сейчас закрытые, жители близлежащих районов нашли место для прогулок с детьми и питомцами. Центром притяжения для них стала площадка перед спортивным комплексом «Олимп» на Университетской. Мы узнали у отдыхающих, почему они решились выйти из дома. Потому что стало на улице тепло и устали уже сидеть дома. Дистанцию соблюдаем, близко не подходим. Кислородом надо дышать, солнышко и сна. Полезней будет, конечно. Чего дома сидеть-то? Собак где-то швагуливать нужно. Около дома грязно и негде. Мы вообще первый день вышли. Да, но мы почему пришли сюда, потому что думают, что здесь народу меньше. Мы из больницы идем. Без комментариев. Между тем, индекс самоизоляции, который отслеживает Яндекс в Сургуте, стремительно падает. Сегодня он равен 2,2 балла. В выходные максимальная отметка составляла 3,4 из 5 возможных. Такая же картина наблюдается практически по всей России. Если раньше большинство отметок были в зеленой зоне, теперь показатели приближаются к красной, что свидетельствует о высокой плотности людей на улицах. В Сургуте за последние сутки сотрудниками полиции и администрации в рамках профилактической работы было выписано около 100 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции. С момента вступления в силу ограничений на выход из дома стражи порядка составили на жителей и гостей города около 80 административных протоколов. По информации МВД продолжается проверка документов на улицах города. Вместе с сотрудниками полиции с сегодняшнего дня специалисты контрольного управления администрации будут следить за соблюдением режима самоизоляции. Всего за минувшие сутки вручены 92 уведомления о соблюдении режима самоизоляции. Досрочных каникул школьникам Югры пока можно не ждать. Губернатор Югры Наталья Комарова прокомментировала возможность завершения образовательного процесса в этом году. Пока такой сценарий не рассматривается. В случае благоприятного развития эпидемиологической ситуации школьники вернутся к очному режиму обучения с 1 мая. Ранее в Министерстве просвещения разрешили учащимся младших и средних классов уйти на каникулы досрочно. Но решение об этом должна принять самообразовательная организация, согласовав его с вышестоящим руководством. В Югре на такую крайнюю меру идти нет необходимости. В России по такому пути пойдут те школы, которые не могут организовать дистанционное обучение. В Ханты-Мансийском автономном округе такая возможность существует. Сейчас именно так и реализуется образовательная программа. Двери закрыты. В пятницу прием пациентов в Сургутской детской стоматологической поликлинике пришлось внепланово прервать. Причина в том, что к медикам пришла семья, недавно вернувшаяся из-за границы. Эти сургутяне в обязательном порядке в течение двух недель должны были находиться дома. О том, как сейчас работает медицинское учреждение и какие меры были приняты врачами, расскажет Валерия Кудрявцева. Закрытые двери вместо приема у врача пациенты детской стоматологии на улице Пушкина 5-1 в минувшую пятницу в течение четырех часов не могли попасть в медицинское учреждение. Даже при наличии талона. Причина в том, что семья, вернувшаяся из-за границы и обязана безусловно соблюдать 14-дневный карантин, из-за нестерпимой зубной боли вынуждена была нарушить ограничения. Для посетителей закрытая стоматология стала неприятным сюрпризом. У меня девочка на инвалидности, я позвонила, что нам нужно удалить зуб. Это было два часа назад. Они сказали, через полтора часа перезванивайте, идет обработка. В итоге прошло два часа, мы приехали, но они до сих пор обрабатываются и нас принимать отказываются. Кристина Хайрулина пришла с дочерью на запланированный прием, чтобы поставить временную пломбу. Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, девушке пришлось звонить в регистратуру. Вот у нас пришел пациент с нарушением самоизоляции, поэтому сейчас он только недавно, их вывезли, и сейчас у нас будет происходить дезинфекция поликлиники. А когда нам подходить? Ну, часа через два, пожалуйста, позвоните. Ну, сейчас вот мы начинаем генеральную уборку. Пациентов, нарушивших режим самоизоляции, забрала из здания бригада скорой помощи. По словам заведующей, все здание полностью продезинфицировали с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Сотрудники, которые контактировали с семьей, нарушившие режим самоизоляции, теперь находятся под медицинским наблюдением. Стоматология вновь оказывает экстренную и неотложную помощь пациентам. Так учреждение будет работать до завершения режима обязательной самоизоляции и повышенной готовности. Валерия Кудрявцева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Повысить мобильность. Мэр Сургута Вадим Шувалов вручил главному врачу городской клинической поликлиники номер 2 Марине Тараник ключи от новой машины. В рамках проекта партии «Единая Россия» от всего сердца для учреждений приобрели «Ладу Весту». Автомобиль для медиков – острая необходимость. Сейчас в распоряжении больницы 15 машин, а требуется как минимум 24. К тому же в связи с эпидемиологической ситуацией работы у врачей и специалистов стало больше. Число вызовов на дом возросло кратно. При этом пациенты, прикрепленные к поликлинике, проживают не только в городской черте, но и на дачах. Врачи зачастую были вынуждены ходить на вызовы пешком, а это значительно увеличивало сроки оказания медпомощи. Сейчас у нас бывает до 600-650 вызовов в день. На вызовах у нас работало 15 машин, и плюс все те вызовы, которые не удавалось обеспечить за счет машин, там медицинский персонал работает пешком. Естественно, мы дойдем до каждого пациента, который пригласил к себе на дом медицинского работника, но если у нас будут машины, значит мы работать будем гораздо оперативнее. Под наблюдением в городской поликлинике номер 2 максимально находилось свыше тысячи человек. Это те пациенты, которые приехали из стран, где был зарегистрирован коронавирус. Или пожилые люди, которым рекомендуют самим не приходить в больницу. Под присмотром врачей все они соблюдали режим самоизоляции. Сейчас таких осталось около 600, говорят в поликлинике. Медики консультировали людей по телефону, а при необходимости очного осмотра доктор обязательно приезжал на дом. Вадим Шувалов поблагодарил врачей за их работу, а также добавил, что власти и в дальнейшем готовы оказывать помощь и поддержку специалистам всеми возможными способами. Мы, конечно, реагируем на это и обязательно будем реагировать. То есть город, я думаю, что и своими силами мы можем помогать. И обращаясь к нашим представителям градообразующих предприятий, мы же решаем вопросы, которые связаны, когда организуем избирательные кампании, обращаясь. То в этом моменте, конечно, нам не откажут, если это нужно будет сделать. Поддали предпочтение отечественному автопрому, но, наверное, такой автопром, который действительно отличается особым качеством, ну и надежностью автомобиля. Поэтому, наверное, вот этот критерий, в общем-то, и сказался. В элитном поселке Сургута сгорела баня. ЧП произошло в ДНТ «Тихий бор». Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 22.20 в субботу 11 апреля. На место сначала отправились два отделения огнеборцев, затем на подмогу еще два. Горела одноэтажная баня площадью около 70 квадратных метров. Существовала угроза перехода пламени на рядом стоящий жилой дом. Силами двух первых экипажей распространение огня удалось остановить, затем локализовать. Полностью справились с ЧП в течение 40 минут. Никто не пострадал. Причины пожара установят дознаватели. Не предоставил преимущества. 13 апреля утром на перекрестке университетской и рабочей столкнулись «Лада» и «Мерседес». По словам очевидцев, отечественная легковушка, разворачиваясь, не пропустила иномарку, которая ехала прямо со стороны энергетиков. Для обеих машин горел разрешающий сигнал светофора. При этом водитель «Лады», выполняя разворот, должен был пропустить весь встречный поток и только потом завершить маневр. В результате столкновения отечественное авто отбросило на опору освещение. Пострадал водитель «Весты». Точные обстоятельства аварии установят следствие. Возможность получить компенсацию за арендную плату. Администрация Сургутского района продолжает оказывать поддержку предпринимателям в текущих непростых условиях для бизнесменов. Как индивидуальные предприниматели справляются с падением спроса и выручки, и что поменялось в их работе в последние недели, расскажет Юлия Плескачева. Прекращение деятельности, уменьшение спроса и прибыли – то, с чем в нынешних реалиях приходится сталкиваться большинству индивидуальных предпринимателей. Особо это касается заведений общественного питания. Но и у других отраслей проблем в связи с эпидемиологической ситуацией прибавилось. Ольга Молодых год назад открыла небольшую пекарню в городском поселении Белый Яр. И если раньше она пользовалась большим спросом, то сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. В условиях коронавируса работать тяжело, не секрет. Снизился потребительский спрос, уменьшились объемы пускаемой продукции в ассортименте практически на 50%. Предприятие наше перешло на сокращенный рабочий день. Доставка пирогов для жителей поселка осталась в прежнем режиме. По словам Ольги, перевести сотрудников на сокращенный рабочий день было непросто. Но сейчас для нее, как для руководителя, главная цель – сохранить рабочий коллектив в полном составе. Пока что это удается. Поменялся и внутренний облик пекарни. Появилась разметка на полу, чтобы посетители соблюдали дистанцию и средства дезинфекции на входе. Администрация района, в свою очередь, старается помочь предпринимателям. Мы провели ни одну и ни две встречи. У нас не так много торгово-развлекательных центров, но, тем не менее, они есть. Торговые комплексы. Мы повстречались практически со всеми собственниками, арендодателями. И проговорили о том, что по возможности при наличии обращений пойти навстречу и гибко подойти к вопросу арендной платы. Получены согласия. Несознательных, скажем так, нет. И нам банкротства наших предпринимателей не нужно. Прием документов на возмещение части арендной платы начинается с мая. Ольга Молодых уже начала собирать необходимый пакет. Женщине не в первый раз придется заручиться поддержкой со стороны администрации муниципалитета. Ранее ей возмещали 40% расходов на рекламу и часть затрат на оборудование для пекарни. О том, как введение режимов обязательной самоизоляции и повышенной готовности повлияло на крестьянско-фермерские хозяйства Сургутского района, смотрите в эту субботу в программе «Говорит район». Юлия Плескачева, Валерия Кудрявцева, Вячеслав Шаркунов. Сургут. Интерновости. Барсово. Старт полноценной кампании по ремонту дорог не за горами. Контракты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разыграны еще в прошлом году. Подрядчики определены. Теперь дело за погодой. Как только установится устойчивая плюсовая температура, дорожники приступят к снятию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Напомню, уже известно, что в этом году полностью обновят улицы Белецкого и Лермонтова и частично 30 лет победы от проспекта Пролетарского до Ленина. И улицу Майковского в границах от проспекта Мира до Профсоюзов. Рассчитывают в администрации Сургута и на дополнительные средства. Речь идет о Тюменском тракте на участке от Грибоедовской развязки до поворота к Белому Яру. В обратном направлении намереваются расширить небольшой фрагмент этой же скоростной дороги, а также отремонтировать улицу Центральную в поселке Юность. Кроме того, могут восстановить покрытие на Меликарамово от улицы Федорова до Геологической и один из проездов между Профсоюзов и Бульваром Писателей. В рамках борьбы с колейностью отремонтируют покрытие на Югорском тракте, Энгельса, Ивана Захарова и проспекте Мира. О планах пока говорят осторожно. Помимо неподтвержденного доп. финансирования, это еще и ситуация с коронавирусом, которая при определенных условиях может повлиять на скорость работы подрядчиков. Только по времени. Тут ситуация такая непредсказуемая. Вопрос времени. По времени тут прогнозировать никто не сможет, я думаю. У кого-то уже материалы закуплены, у кого-то в стадии заключения договоров. Тут тоже вопрос такой. Из-за режимов повышенной готовности и самоизоляции в Сургуте могут сдвинуться сроки начала кампании по ремонту дворов. В бюджете города есть средства на реконструкцию 4-5 придомовых территорий. Но конкурсы на определение подрядчиков пока не проведены. По действующим правилам и ограничениям с момента объявления аукциона до подписания документов может пройти от 1 до 1,5 месяцев. То есть в лучшем случае имя подрядчика станет известно не раньше первых чисел июня. В администрации Сургута отмечают, что пока ситуация не носит угрожающего характера. Первый рабочий день, если судя по этому, может возникнуть у нас с вами в мае месяце. Понятно, что сейчас и правительство, и власти региональные тоже ищут варианты, как это сделать раньше. Мы тоже не намерены долго ждать этого момента. Как только это возникнет, если сделаю по-другому, то мы в апреле разоргаем конкурсы. И в зависимости от наших погодных условий, я думаю, что мы сразу выйдем на проведение работы. Ранее власти Сургута сообщали, что окончательное количество придомовых территорий, которые в этом году отремонтируют, может вырасти. Есть договоренности с окружными парламентариями о выделении средств на эти цели из депутатских фондов. В мэрии рассчитывают и на корректировку местного бюджета. Если все сложится успешно, то в Сургуте этим летом обновят два десятка придомовых территорий. Изменения в налоговый кодекс для поддержки бизнеса. На фоне распространения коронавирусной инфекции регионам предоставили дополнительные полномочия. Федеральные власти теперь вправе приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок контрольные проверки. Продлевать сроки уплаты налогов и авансовых платежей, в том числе по транспортному, земельному и налогу на имущество. Может быть принято решение о предоставлении в этом году отсрочки или рассрочки по уплате взносов, пеней, штрафов и процентов. Региональные власти в 2020-м получили право увеличивать сроки уплаты обязательных платежей, налогов и сборов. В инспекции советуют всем внимательно следить за изменениями как на федеральном уровне, так и на региональном. Важным нововведением для среднего и малого предпринимательства стало снижение ставки страховых взносов с 30 до 15%. Таким образом, если заработная плата за месяц превышает минимальный размер оплаты труда, то размер страховых взносов определяется следующим порядком. Та часть, которая соответствует МРОД, облагается обычной ставкой 30%, та часть заработной платы, которая превышает МРОД, облагается по сниженной ставке 15%. Данное положение вступает в силу с 1 апреля 2020 года. То есть, уже сейчас для субъектов среднего и малого предпринимательства действует пониженная ставка. В то же время в России продлили декларационную кампанию на 3 месяца. Соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Теперь отчитаться о доходах необходимо до 30 июля, а оплатить налог до 15. Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение вычета. В таком случае направить документы можно в течение года. Сделать это налогоплательщики по-прежнему могут через личный кабинет на сайте налог.ру. Кроме того, традиционная акция «Дни открытых дверей», которая проводилась инспекцией в преддверии окончания декларационной кампании, в этом году отменена. На этом моя часть выпуска завершена. Благодарю вас за внимание. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. До встречи в эфире. Общение с близкими, работа, учеба, культура и спорт. Сегодня интернет стал не только средством для развлечения, но и платформой для полноценной жизни. В условиях режима самоизоляции нагрузка на сети резко возросла. Ростелеком – одна из ведущих телекоммуникационных компаний в России. Фиксирует увеличение спроса на интернет-услуги. При этом линейное телесмотрение выросло втрое. У нас наблюдается значительный рост интернет-трафика, рост потребления видеоконтента. Это двузначные цифры роста. Растет спрос на интерактивное телевидение и, конечно, на качество, устойчивость домашнего интернета. Ростелеком на своей инновационной платформе ВИНК запускает новый тариф – трансформер. Это уникальная возможность выбрать то, что вам действительно интересно, и не переплачивать за ненужный контент. 12 тематических мини-пакетов помогут пользователям видеосервиса ВИНК собрать идеальный набор каналов. Пользователь может выбрать 5 пакетов по интересам и менять их хоть каждый месяц. При этом стоимость остается прежней. ВИНК – это абсолютно новая интерактивная платформа, на которой мы сейчас предоставляем услуги интерактивного телевидения. Для клиента ничего не меняется, кроме более качественного контента, который мы туда можем теперь размещать. Это в большом количестве, это более 50 тысяч единиц контента. Это большое количество интересных фильмов по запросу и достаточно интересный интерфейс самого приложения, которым пользуются сейчас клиенты. Тариф «Трансформер», кроме всего прочего, это коллекция из 5 тысяч популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. При оформлении подписки контент ВИНК может быть доступен на любой платформе. А мобильное приложение позволяет смотреть сохраненные фильмы и сериалы даже вне дома. Сочные чебуреки и хинкали от 160 рублей, наваристые харчо от 190 рублей, а еще закуски, салаты, десерты – все это на расстоянии одного телефонного звонка от вас. Звоните 99-45-46. Это «Радио», «Авторадио», «Авторадио», «Над кварталами», «Автострадами». «Авторадио», первое «Автомобильное радио». Радиореклама. Рекламно-информационное агентство «Пять звезд» на 5ria.ru. Телефон 221-555. Добавим комфорта по вашему желанию. К высоким запросам проявим внимание. Жалюзи, плиссе, рольставни, карнизы. Выгодные скидки в качестве сюрприза. Наша компания вас не подведет. Навстречу вам всегда пойдет. Компания «Жалюзи». Более 20 лет мы создаем атмосферу тепла, уюта и безопасности в ваших домах. Энергия страны – это сила Сибири. И твой город – это город сильных и успешных людей. А жилой комплекс «Кедровый лог» – это его исторический центр. Квартиры с видами на любимый город рядом со всей инфраструктурой Сургута. Парки и скверы, концерты и кино в пешей доступности. Подземный паркинг и высокая энергоэффективность. «Кедровый лог» – комфортный дом в атмосфере центра. «Карапуз» Разнообразные товары для детей всех возрастов. Притягательные цены. Мы выбираем сеть магазинов «Карапуз». «Карапуз» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»